ПЕСНЯ В 2009 году, день 12 февраля, был объявлен Организацией Объединенных Наций Международным Днем Детей-Солдат. Так называют детей, которые вынуждены участвовать в военных действиях. Мальчишки и девчонки нашей страны во времена Великой Отечественной войны всегда были со взрослыми. Служили связными, разведчиками, расклеивали листовки, а когда было нужно, брали в руки винтовки и воевали наравне со взрослыми. У них не было времени на детство, им не достались годы, чтобы взрослеть. Они взрослели по минутам. Сколько их было, юных героев Великой Отечественной войны. Если считать героем каждого подростка, которого судьба привела на войну, сделала солдатом, матросом или партизаном, то это несколько сотен тысяч. Сегодня мы расскажем только о некоторых из них. Самым младшим из всех известных маленьких солдат, согласно документам военных архивов, можно считать воспитанника 142-го гвардейского стрелкового полка 47-й гвардейской стрелковой дивизии, защитника Сталинграда, рядового Сереженьку. Сергея Алешкова, 1936 года рождения. Измученного, голодного и замерзшего шестилетнего мальчишку осенью 1942 года подобрали в лесу разведчики. И, нарушая все инструкции, взяли с собой и перевели в часть. Он выполнял в части посильным для его поручения, носил в почту, потрогал. В период затишья читал стихи, дел песни солдатам. Однажды, во время бомбежки, был завален блиндаж со всем командованием части. Мальчик тоже был ранен, но под обстрелом он привел к завалу саперов, и те откопали офицеров. За этот поступок семилетний солдат был награжден медалью за боевые заслуги. После войны спасенный Сережей командир Михаилом Воробьев усыновил мальчика. Сергей Алешков окончил юридический институт и работал в прокуратуре города Челябинска. Самый юный снайпер Великой Отечественной войны Василий Тимофеевич Курко, отставший от школьной колонны и примкнувший к военным, 16-летний подросток был зачислен в стрелковый полк 395-й стрелковой будущей Таманской дивизии, в составе которого он прошел славный боевой путь. Он участвовал в боях за Донбасс и Северный Кавказ, освобождал Кубань, Тамань, Правобережную Украину и Польшу. Сначала Вася был рядовым бойцом тылового подразделения, затем снайпером-истребителем, начальником стрелкового взвода и инструктором по подготовке снайперов. Благодаря выдержке и смелости Вася стал одним из наиболее результативных советских снайперов. Он уничтожил 179 фашистов. За боевые заслуги он был награжден орденами, медалями и именной снайперской винтовкой. В январе 1945 года лейтенант Василий Курко был смертельно ранен в боях за Сан-Домирский плацтарм. До своего 20-летия он не должен всего несколько месяцев. Был похоронен на братском кратбище советских военнослужащих в Польше. 11-летний Николай Крышков несколько месяцев скитался по степям, промышлял на железной дороге. Так он добрался до Сталинграда, где осенью 1942 года мальчишку приютили солдаты. Отмыли, нагрели, накормили. Он был зачистен в штат и поставлен на довольствие. Коля Крышков до конца войны оставался сыном полка, 150-й Севастопольской орденом Суворова и Кутузова пушечно-артиллерийской бригады, 2-й гвардейской армии, прошел от Сталинграда до Восточной Пруссии. Он выполнял роль разведчика-артиллериста, появлялся ли противника, приходилось задание неимедимо и с ценными сведениями, которые помогали выполнять боевые задания. Награжденный оригинальными медальами за военные подвиги в 1945 году Николай Пантелевич Крышков отметил свое 14-летие. Самым молодым летчиком в годы Великой Отечественной войны стал Аркадий Каманин, сын одного из семерых первых героев Советского Союза, участника спасательной экспедиции челюсткинцев Николая Каманин. Великой Волков вместе с отцом, назначенный на должность командира 5-го гвардейского штабового авиакорта, стал работать альмехаником. Работая на земле, мальчик мечтал о нем. Вскоре Аркадий начал летать на двуместном самолете связи У-2 в роли штурмана-наблюдателя и бортмеханика. А через несколько месяцев 14-летний подросток был назначен на должность летчика 423-й отдельной эскадриле связи. В конце войны он выполнил более 650 вылетов, налетав 280 часов. За это время у него не было ни одного летного происшествия, ни одного случая потери ориентировки. Он был награжден орденами и медалью за мужество, героизм и атлантом. Несомненно, Аркадий Каманин мог бы стать выдающимся летчиком, а возможным и космонавтом. Его отец, генерал-майор авиации, руководил отбором первой армии космонавтов. Но в 1947 году 18-летний юноша умер от инфекционного менингита. Среди тех, кто еще в детские годы стал солдатом, немало известных людей. Например, летчик-космонавт Георгий Добровольский. Когда началась война, Джоре было всего лишь 13 лет. Он вместе со сверстниками таскал оружие и боеприпасы у немцев, передавал своим, вел разведку и помогал подпольщикам Одессы. В феврале 1944 года он был схвачен румынскими жандармами. При обыске у него нашли пистолет. Выдержал несколько допросов, но ни слова не сказал о партизанах. Улик против него не было, и военно-полевой суд проявил гуманность. Приговорил 15-летнего подростка к 25 годам каторжных работ. В марте 1944 года ему удалось бежать. После войны Георгий окончил военно-авиационное училище и стал космонавтом. И так случилось, что уцелев в войну, трагически погиб 30 июля 1971 года при спуске космического аппарата. Своя военная эпопея была и у другого космонавта, Константина Феоктистова. В июне 1942 года 16-летний подросток сбежал из захваченного немцами воронежа. Был разведчиком оперативной группы НКПД. 11 августа 1942 года был схвачен и расстрелян немецким патрулем. Пуля попала в подбородок и вышла из шеи на вылет. Ранный Костя притворился мертвым, изо всех сил стараясь не застонать. Немцы оставили его лежащим и ушли. После этого он смог пересечь линию фронта. После госпиталя окончил школу. Поступил в МТУ имени Баумана. Стал заниматься ракетостроением. В 1964 году стал первым гражданским космонавтом, участвуя в полете первого группового экипажа. Рассказ о детях и подростках при ваших фронтах Великой Отечественной войны можно продолжать искренне. Барыш Баграмян писал в своих воспоминаниях, что смелость и отвага подростков, их изобретательность в выполнении заданий, поражали даже старых лопатных солдат. Во имя отчизны сомнения по правам, чтобы злого врага победить, вы отдали жизни, совсем не узнав, как все-таки здорово жить. Мы будем вас помнить и в сердце хранить героев своих именах. Вы жили, сражались, смогли победить, чтоб вами гордилась страна. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова